Поскорее выздороветь и оказаться дома. У этих ребят одно общее желание. О нём они расскажут, разве что сказочному волшебнику. В Бобруйской детской больнице сейчас 74 маленьких пациента. И все они ждут новогоднего чуда. В гости приходят Дед Мороз со Снегурочкой. С наступающими праздниками поздравляет и мэр города. Каждому в подарок конфеты и самые тёплые пожелания. Малышке Ульяне всего три. Но она уже знает, что такое капельницы, уколы и КТ. У девочки тяжёлая форма двусторонней пневмонии. Новогодние праздники вместе с мамой встречает в больнице. За недели, проведённые здесь, люди в белых халатах стали почти родными, а комфортабельная палата превратилась в место для чтения и игр. Но так хочется домашнего уюта и настоящего волшебства. Огромное спасибо руководству города, что нас поздравили. У ребёнка много эмоций, много восхищений. Огромное спасибо. Акция, которая проходит у нас заблаготворительная, наши дети. И мы принесли сегодня подарочки. Вы видели, как у детей горели глаза, как они были довольны. Самое главное – здоровье, чтобы они 31 декабря были с мамами и папами. Гостей встречают и в доме семейного типа «Солодких». Подарки дарят глава администрации и отдел образования Первомайского района. К поздравлениям присоединяются сотрудники Могилёвского отделения Белорусской железной дороги. Передают канцелярские принадлежности, бытовую технику, сертификат на полторы тысячи рублей и сладкие угощения. А новогоднее настроение создают Дед Мороз и Снегурочка. Я хочу поздравить всех бабучан с Новым годом. Пожелать, чтобы именно в новогоднюю ночь та сказка, о которой мы мечтаем, и то новогоднее чудо, зайдя в дом, поселилась в наших домах и в наших сердцах навсегда. Чтобы своё тепло, своё счастье и, скажем так, то мирное небо, которое в настоящий момент есть на нашей любимой Беларуси, сохранилось. Сказка заглядывает также в семью Карахановых. Руководство Ленинской администрации совместно с представительством Беларусьбанка поздравляют ребят и дарят подарки. Сладкие боксы, канцелярия, книги по финансовой грамотности и, что самое главное, телевизор. Его планируют повесить на кухне, чтобы вместе смотреть мультики. А живут тут восемь прекрасных детей. При любых обстоятельствах здесь есть место добру и взаимопониманию. Это радость, это счастье, это улыбки на лицах, это то, для чего мы есть, для чего работаем. Не только по поводам. Иногда они обращаются, нужна какая-то помощь со стороны исполкома, администрации. Мы незамедлительно реагируем на любую просьбу. Посещаем и дома семейного типа, и приюты, и дошкольные учреждения, и школьные учреждения. Помогаем компьютерами, подарками. Коллектив собирает тоже деньги, закупаются подарки, сладкие подарки, игрушки. За четверть века самая масштабная республиканская акция «Наши дети» стала белорусским брендом. Марафон добра продлится до 15 января. За это время не только долгожданные подарки, но главное – тепло и заботу получат свыше трех тысяч мальчишек и девчонок. Ребята произнесут заветное «Елочка гори», расскажут стихотворение и попросят о маленьком чуде. А зимний волшебник его обязательно исполнит, ведь в Новый год иначе быть и не может.